Ребятушки, снова я! Девятая серия нашего девятисерийного сериала от 30 марта 2024 года Поездка в Симферополь через сёла Всем, кто хочет видеть предыдущие, напомню Всё в шапке моего профиля на страничке Либо в первую очередь поём в телеграм-канале, ссылка на который вверху Значит, смотрите, мы сейчас выехали из Танкового Едем по направлению через Бахчисарай в Симферополь Выйдем на Тавриду Здесь также у нас идут слева поля, поля, виноградники, горы Пока ещё зелени у нас маловато Как бы через пару дней только апрель начинается Но многие деревья уже отсвели в Ялте В Симферополе ещё нет Потому что климат в Симферополе в это время года немного прохладен Почему я уточнил про это время года? Потому что летом в Симферополе порой даже на 5 градусов жарче, чем в Ялте Потому что в Ялте температуру держит море А в Симферополе там степная сушь и поэтому жарче Ну, в Ялте душно, потому что море, испарение, влажность более высокая И вот деревья, видите, некоторые ещё цветут А вот здесь вот, кстати, я вам скажу Перед поворотом направо сейчас начнутся торговые ларьки Почему-то многие считают, что если фрукты продают на трассе, то это дешевле Ребят, не ведитесь, не ведитесь, вас дурят Я сравнивал цены и покупая клубнику, либо что-то остальное на трассе Я потом, приходя на центральный рынок в Симферополе, убеждался, что на рынке на самом деле раза в два дешевле Так, ребят, ну отсюда не видно, сейчас за холмом будет Там лавандовое поле Я рассказывал, для девочек, кому интересно фотосессии поделать Приезжайте, там символическую плату дадите, вас пусят пофотографироваться Здесь обгонять нам можно, но идёт встречка А Дастер меня этот уже нервирует, как только я его увидел Ну ладно, мы, ребята, спокойные Так, ну вот, смотрите, я, кстати, скажу Вот мёд, мёд, здесь можете покупать Конкретно я всё время беру Сейчас покажу, где там прям стоит вагончик с ульями Там бабушка хорошая И вот я мёд, который у них не брал И лесной, и горный, и всякий разный, и речичный У них мёд хороший Вот, смотрите, слева, сейчас там будет стоять синий вагончик, видите Они вот в глубине, там чуть дальше мёд Они и сейчас продают Я всегда беру у них мёд Особенно нравится тёще, когда она печёт медовик, который нравится мне Тут мёд можете брать Повторюсь, овощи, фрукты здесь дороже, чем на рынке А уже брать или нет, решайте сами Так, мы сейчас уходим направо Кстати, я уже говорил А вот слева пошёл железнодорожный переезд Там тоже можно ездить, раньше так был выезд Здесь тоже сделали новый асфальт И спокойненько, без явно канала можно поехать Вот сейчас справа, если вы поймёте В общем, в той степи скоро расцветёт лавандовое поле Очень красиво смотрится даже издалека Слушайте, шутки шутками А вот смотрите, сирень называется село впереди Сирень, да? Не шучу Шутки шутками, но в тени уже 20 градусов И я вам скажу, довольно-таки жарковато становится При включенном кондюре уже можно спокойно ехать в машине в футболке И вот видите, басики тоже стоят Прямо на поле улей выставили Я занимался в своё время пчёлами Очень обидно, когда рой делится Матка уходит, забирает с собой ровно половину всего Половину пчёл, работников, трутней Половину мёда забирает Очень обидно, когда они улетают Главное вовремя это понять Они начинают кружить над улей, над басикой все Ну пчеловоды знают, о чём я говорю В общем, пчёлы это классно, они трудяшки Как в принципе муравьи Но пчёлы более полезные, наверное, не знаю Вот если вам сейчас увеличит мой оператор Справа уже виднеется постройки Это непосредственно Бахчисарай А камера зума у нас позволяет увеличить И вот видите, такие стеклянные остановочки понаставили Везде-везде-везде по Крыму Удобненько, знаете Если ты раньше стоишь в чистополе То сейчас сделали стеклянную остановочку и карман Впереди уже виднеется развязка Тавриды На которую мы сейчас и будем заезжать Ребятушки, ну по Тавриде ничего интересного Широкая дорога, там где нету камеры Я буду топить под 200 Поэтому это и есть Девятая, последняя серия Так скажем, 30 мартовская 2024 предыдущие 8 Если вы не успели посмотреть, ищите в шапке профиля Надеюсь, вам было интересно Спасибо еще раз всем тем, кто досматривал до конца Так, ну и здесь, на этой развилке Смотрите, поедешь прямо, приедешь в Бахчисарай По кольцу Здесь уже решите сами, кому куда Но Я вам скажу, что я сейчас обманулся Если поедешь прямо по той дороге Там не в Бахчисарай Там дорога оттуда приходит встречная Кто уже съехал с Тавриды А те машины, которые поехали туда Они поехали, чтобы заехать на Тавриду В сторону Севастополя Вот, так что в Бахчисарай Вы там не попадете В Бахчисарай Так же, если будете ехать Но я думаю, у вас Яндекс.Навигатор или 2ГИС стоит Так же через это кольцо Если вы идете не из Севастополя А через села Ну вот, смотрите, знак, в принципе, понятно, да Прямо на Бахчисарай И вот кольцо на Симферополь По которому мы сейчас поедем Мы, вправо Тургеневка Тоже село Там тоже пасеки стоят Там стоят Ну и сейчас уже пробок не будет Потому что сейчас будет 4-х полоска у нас И там уже вот эти все грузовички груженные Мы можем обогнать И спокойненько И идти себе в левом ряду Столько, сколько позволяет Объем нашего двигателя Он у нас, напомню, на тройке 1.4 Ну, 120 лошадей 220 скорость разгоняют Ну, опять-таки, знаете, в чем облом? Вот уже Таврида Только начинаешь разгоняться Камера на 90 Пройдешь свыше 110 Добрый вечер Прилетело 500 рублей Если сразу заплатил 250 И так далее Ну что, ребятушки Вот и прошел наш сериал Не знаю, за сколько времени выложу С нашими возможностями рабочего ТикТока Кто хотел посмотреть ранее Увидел уже в Телеграме Всем мира, добра Солнечного неба над головой Ну вот то, о чем я говорил Мы на связи Не прощаемся Быть добру